Добрый вечер! У эфиры новины для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите в выпуске. Чему вагается ставка рефинансований и на что я науплываю? Расскажет экономист. Как отразить новые купюры, которые появятся в Беларуси с 1-го липня, от подробок. Как не быть подманутыми махлярами, которые распаусюджуют фальшивые гроши. Парады эксперта. А так само доведаемся, кольки зараз каштой кветковой рассаде идеей набыть можно больше танна. Об этом подробно в нашем сёняшнем выпуске. Сталка рефинансований в Беларуси снижена с 24 до 22% годовых. Снижение селета полторное. С первого соковика она уже опускалась на 1%. А чем ниже и ставка, тем больше легкая забеспечить рост экономики. За историю суверенитету Беларуси самый высокий, пока шик, досягал 200% пунктов. Это был период гиперинфляции на начале 2000-х. И высокая ставка была призвана стабилизовать курс беларуского рубля. Самый низкий опускался до 10%. Что ж такое ставка рефинансований, як я науплываю у целым на экономику краины и на нас, я ежихару приватности, нам расскажет эксперт. Национальный банк Республики Беларусь является основным регулятором денежной системы. И основным инструментом регулирования выступает ставка рефинансирования. Ставка рефинансирования фактически по своей сути – это процентная ставка, под которую Национальный банк кредитует коммерческие банки. Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, сопряженную с падением темпов экономического развития, Национальный банк Республики Беларусь принял ряд мер, направленных на смягчение денежно-кредитной политики. Простыми словами, ставка рефинансирования впливает на процент по кредитах, которые отримывают предприемства, организации альбо физические особи. Чем я на ниже, тем больше доступными у кончаткового рахунка становятся кредиты. И, сразумела, краины, у которых денежная низкая ставка рефинансирования, мают больше высокий уровень экономики. Есть нуля выиноват отмолвные процентные ставки. Это значит, что Центральный банк полной краины вертает собе от коммерческих банков меньше грошей, чем выдал им ранее. Все это делается для активизации экономических процессов. Задача, которая основная стоит перед экономикой – это активизировать экономический рост. То, конечно, необходимо разрабатывать комплекс таких мер в данной сфере, чтобы они способствовали активизации экономического роста. Например, в Российской Федерации ставка рефинансирования составляет 11% годовых. В Польше это 1,5%. В странах еврозоны сегодня 0%. Это последствия выхода из финансового кризиса и те меры, которые использовала еврозона. В США ставка рефинансирования Федеральной резервной системы составляет 0,5%. Ну и есть такой интересный факт, что некоторые страны как раз для активизации экономического развития используют даже отрицательную ставку рефинансирования. Например, это Япония, Швеция, Швейцария, Дания. Не глядяши на то, что треба мкнуться до снижения ставки рефинансования, утримливание высокой ставки по культам самообгрунтованное. Использование достаточно высокой ставки рефинансирования в нашей стране было связано со следующими основными целями. Во-первых, это борьба с инфляцией. То есть увеличение процентных ставок ведет к снижению, ну при прочих равных условиях, к снижению денежной массы и, соответственно, способствует снижению инфляционных процессов. Также второй задачей ставилось поддержание стабильности курса белорусского рубля. Но вот такие высокие ставки, они замедлили экономический рост, и поэтому сегодня Национальный банк, ну скажем так, выбирает наименьшее из двух зол. Поэтому однозначно можно сказать, что снижение ставки рефинансирования является знаковым и очень важным для экономики Беларуси. Далейшее снижение процентной ставки повинно супроводжаться уповненностью державы у своей сдольности стремливать инфляцию, ровно и доступно размярковать кредиты. В таком случае будет развиваться не только буйный, а также средний и малый бизнес, а у выника повелишится экспорт и конкурента с дольностью белорусских товаров. Не только сама ставка рефинансирования является базовой. Многие субъекты бизнеса получали льготные кредиты, поэтому процентные ставки, даже при ставке рефинансирования в 25%, для них составляли 3-5% годовых. Естественно, мы ведем речь о том, чтобы сегодня активизировать экономический рост путем создания конкурентной среды. Поэтому вторая задача важная, которая стоит перед Национальным банком, и, в общем-то, это основная задача регулирования денежного рынка, это создание конкурентных условий, при которых вот такие кредитные ресурсы будут предоставляться субъектам бизнеса на равных условиях. Это может способствовать развитию в том числе малого и среднего бизнеса, что очень важно для экономики, в том числе Гомельской области. Як вядома, у летка у Беларуси будет проведена деноминация. С 1-го липеня и до конца года старые и новые грошовые знаки будут находиться в параллельном взвороте. Ими можно будет расплошиваться без обмежевания у соотносенных 10 тысяч до 1-го. И уже зараз, за два месяца до початка деноминации, фиксуются выпадки махлярства. Злоумысники представляются социальными работниками и пропонуют пенсионерам поменять старые гроши на новые. Некоторые доверливые грамотяне сгаджаются и позбавляются своих сбережений. Специалисты нагадывают, что гроши можно будет обменять только в банку и только с 1-го липеня. И, зразумело, треба ведать, як самостоянно адрознить подробки от саправдных купюр. Саправдные банкноты, вырабленные на специальные паперы с ахонными волокнами. Неузбройным воком можно разглядеть шервонные и синие. На просвет башны водяны знак и ахонная нить. На вобмацак можно зауважить повеличенный рельеф основной выявы. Монеты же по равнанию с банкнотами не мают таких прикмет для ахова от фальсификации. Саправдные адрозниваются от подробок якостью материала и докладностью выканания чаканки. А кроме того, яны притягиваются до магнита. Пик зачинства по меркованию супрацовников правоаховных органов пошнется после проведения деноминации. К сожалению, органы внутренних дел приходится констатировать, что данная проблема назревает. С 1 июля злоумышленники могут активизироваться и приходить к нашим гражданам под видом как соцработников, так и просто работников иных служб, в том числе и банковских, с предложением обменять денежные единицы старого образца на денежные единицы нового образца. Вместе с тем, милиция области напоминает, что обмен денежных знаков будет производиться исключительно в банковских учреждениях. Никто из социальных работников не будет приходить ни переписывать купюры, которые находятся на сохранении у наших граждан, ни тем более предлагать их поменять. Когда же до вас пришли подозранные люди, которые пропонуют обменять гроши, запоминайте их внешний выгляд и особливые предметы и неоткладно телефонуйте у милицию по номеру 102. Протягиваем выпуск у студии Марина Северьянова. Зараз православные христиане рихтуются до дня опоминания померлых радовницы. У минулой программе мы рассказали, кольки каштуют штучные кветки на рынках Гомеля. Их продаж завершится 10 мая. Нагадаем, початковый кошт кветок усяго от 6-7 тысяч за букет, вянков и ручников от 5, корзинок от 20, лампадок от 10 тысяч. Тем часам на рынках и у специализованных крамах разгорнулся продаж кветковой рассады. Каба знайомиться с разностаенностью ее видов и коштам, мы побывали на центральном и прудковском рынках Гомеля и в магазине кветки, який находится на улице Працоны. Продаж рассады протягнется до конца месяца. Одразу зауважу, что наибольший ассортимент рассады на центральном, от самых простых и звычных погляду кветок до экзотичных со складанными вымовными назвами. Одным словом, и на непераборливого, и на самого заузятого кветовода. Любимые многими аксамидки и петуний на прудковском больше танные, от 10 тысяч за кустик. Початковый кошт на братки и прымалы ниже на центральном, от 8 тысяч. Сальвия каштой от нолькова, от 10 до 15 тысяч на ободвых рынках. Сурфинию купим на прудковском, тут яна от 15 до 20 тысяч. Лилейка штуть от 8 тысяч на центральном и от 10 на прудковском. На этом выпуск завершен. З вами была Марина Северьянова. Як завсюди, зустренимся ровно простый день.